всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале сегодня я хочу сделать расклад на тему что необходимо отпустить разрешить обменять контексте качество одни на другие или отдать все темы которым с вами рассматриваем это для тех кто недавно подписался на мой канал и не знает предложенные вами я не придумываю никакие темы беру готовые мне это на самом деле очень нравится с другой стороны хочу сделать вот такую ремарочку недавно мне написали о том что даже те из вас кто подписан на меня не получает оповещение о моих новых раскладах я не знаю что происходит я слышала и от коллег на других youtube каналах что что-то аналогичное химичит youtube поэтому просто ради профилактики я бы вам порекомендовала отписаться от канала и заново подписаться нажав на колокольчик ну такой вот как это освежающий такой процесс не может быть таким образом вы не будете пропускать потому что даже если вы нажали на колокольчик вам не приходит оповещение что-то видимо происходит с моим каналом ну и при условии того что меня не было целый месяц может быть это как-то в рай на рейтинг тоже влияет я в этом не разбираюсь но просто хотела вам сказать и так работать мы с вами будем ну как обычно до 1 2 3 позиции голубенький красненький зелененький камешек я взяла колоду театр кукол для работы взяла несколько колод с которыми мне захотелось сегодня поработать таро так уберу он сюда логинова танец шамана что еще возьму моно лизу так такая вот у нее рубашечка я на этой колоде работаю как на оракульные хотя это таро и метафорические карты все они скорее всего называется про тебя в зеркальном отражении это выглядит вот так вот с этими колодами мы будем работать но не всеми но по энергетике мне захотелось что-то такое и так давайте колода помешала может быть в процессе будем работать только на 1 не знаю все как пойдет ну вот для себя я всегда приготавливаю несколько колод отодвину так чтобы вам не мешало обзору хотя в принципе все видно но все же вот так и чтоб мне удобнее было брать так приступаем позиция номер один голубенький камешек вот наверное вот это суда и это отдельно вот сюда чтобы видно было понятно но хотя есть тайм-коды на которые вы можете нажать и попасть раз на позиции и так по порядку что вам необходимо отпустить сейчас на данный момент что необходимо отпустить какие-то мысли вы знаете здесь ощущение того что мысли которые вас одолевает они какие-то вот это не проблема это не то что она на чем вы думаете чтобы решить что-то да а это вот просто какой-то рой мысли и не такой знаете вот гудение гул как какой-то гул то есть одно и то же одно и то же и ощущение того почему это нужно отпустить потому что это как будто бы вас отвлекает то есть вам нужно переключиться на что-то более такое светлое что вам поможет в будущем а вот эти вот мысли они как будто бы знаете вот своим гулом перекрывают как-то вот замутнение идет какой-то вот замутнение разума и от того что вот вы находитесь в этом гуле да он как бы так сказать здесь некий такой туман мне показывают который затмевает ваше сознание и за ним идет нечто такое белое да какой-то вот просвет и из-за того что первичный вот этот вот сгусток тумана вы не можете увидеть вот этот вот просвет да то есть вы не можете как будто бы переключиться с этих мыслей на что-то другое они вас отвлекают то есть вот просто здесь задача такая отвлекательная поэтому вам надо как-то вот осознанно силой воли переключаться да вот все каких-то повторяющихся мысли которые у вас есть на то что по сути вы хотите то есть не на то что вы привыкли думать да как будто бы вот автоматизм какой-то на на нечто такое ну вот белое светлое что вас ожидает в будущем что еще необходимо отпустить ну кого то есть привязки в принципе они есть у всех ну давайте все таки посмотрим на картах так что необходимо отпустить выпала карта веры которые говорят о том что нужно знаете вот вот эту картинку который мне показали до прогул и звук вот этот вот гудение какое-то и светлое будущее которое вас ожидает впереди это как раз таки говорится о том что вам нужно отпустить то что не соответствует тому чего бы вы хотели иметь своей жизни то есть здесь вопрос веры заключается в том что то во что вы не верите да вот это вот надо убирать то есть то сейчас я вам приведу пример что вам возможно было понятно то о чем я говорю если вы для себя представляете какой-то вот картинку того кем бы вы хотели стать да я не знаю может быть профессиональной сфере да может быть защитить себя более уверенным человеком может быть для кого-то очень важно поверить в себя увидеть себя реализованным в социуме именно вот то знаете вот как мечта в какой-то конкретной сфере да у кого-то вот есть какая-то вот картинка и вы представляете себя но это вот как фильмы да например как стать звездой да когда девушка представляет себя на сцене да но она такая скромная стеснительная и вот она как как будто бы не может переломить в себе вот это вот стеснение но при в каждом своем свободном времени она вот как будто бы мечтает что вот она поет на сцене все и аплодирует то есть вот этого картинка вот здесь вот примерно то же самое то есть вам не то чтобы вам нужно мечтать а вам нужно сфокусироваться на том что вы хотите и не отвлекаться на те мысли которые просто по привычке есть вашей голове да а то есть если о чем-то и думать если о чем-то фокусируется только о том как вы уже достигли того чего вы хотите ну например опять таки в том примере которым мы разбирали да то есть представлять что вы уже поете представляется вот свое ощущение в той одежде в которой будете находиться ощущение сцены под ногами какая она там деревянная я не знаю бетонная большая светящая стеклянная пластмассовая не знаю вот это вот полное представление и постоянно фокусироваться на этом здесь не про мечтание здесь не провели визуализацию а про ощущение того как это то есть как вы здесь как будто бы для чего это нужно как на некое напоминание куда я иду до куда я иду к чему я хочу прийти почему потому что вот этот вот гул мыслей однообразных вот эти вот все автоматизмы они забирают у вас энергию и вы из-за этого не можете прийти к тому к чему вы хотите здесь вопрос веры говорит о том что нужно поверить в то кем вы хотите быть кем вы хотите стать что еще необходимо отпустить выпадает король энергии активность вам отпустить скорее всего некую такую пассивность то есть начать действовать но здесь скорее всего даже не про действия а вот именно позитив вот в контексте веры еще поверить больше каких-то вот позитивных настроев больше те кто верят в аффирмации больше проговаривать для себя аффирмации больше позитива хочется сказать не то что вы пессимист либо оптимист по натуре нет а здесь вот ощущение того что вот вам не хватает этого этой энергии этого заряда вот прям поверить вот в то что светлое будущее она действительно реально здесь ощущение того что вы как будто бы свыклись с тем что ну вот ваша жизнь она уже такая какая она есть и она как будто бы уже слишком не поменяется и и вам вот это вот нужно отпустить да то есть не хватает как раз таки какой-то вот активности даже еще расскажу не в действиях а в ощущении в энергетике какого-то позитива веры можете даже придумать для себя что-то здесь вот просто ощущение того что у человека опустились руки он уже ни во что не верит да то есть вот прошлый какой-то вот опыт а может быть череда как какого-то опыта привела вас к тому что вы уже свыкли с какой-то вот серой обыденностью что еще необходимо отпустить королева ума проницательность знаете вы как будто бы программируете себя на какой-то негатив вот этого тоже нужно отпустить на негатив я имею ввиду что а я уже все знаю да у меня уже был такой допустим аналогичный опыт и сейчас это очень похоже данная ситуация на прошлое и значит как следствие сейчас будет точно так же как было тогда в прошлом нет вот вот это не не то чтобы это какой-то верный настрой а это скорее всего вы должны понять для себя что это а вариативность один из вариантов как может разворачиваться ситуация ощущение того что вот вам нужно придумать новый вот вам дают возможность придумать новый вариант разворот вашей жизненной какой-то ситуации одной либо вообще ваша новая ветвь в жизни должна появиться именно как-то знаете вот самозбывающиеся пророчества вот здесь вот про это вы как будто бы должны придумать для себя какое-то вот самозбывающиеся пророчества и поверить и она обязательно будет так идем дальше что вы себе должны разрешить что вы себе должны разрешить здесь вот у меня знаете энергетика от первой позиции вот какого-то человека унын подникшего человека который вот ну уныние есть это не ваша природа вы по своей природе ваша энергетика она другая на более светлая на более легкая а здесь вот ощущение того что как-то вот но вот это вот слово свыклись свыклись как-то знаете вот как будто бы вас бросили в какую-то серую среду и вы адаптировались то есть вы стали такими же серыми как та среда в которой вы находитесь вот что-то здесь такое здесь что себе нужно разрешить знаете как бы это не казалось странным поверить в какое-то чудо вот реально поверить какое-то чудо волшебство вот прям в прямом смысле почему потому что здесь вас вот как будто бы ну дал не то чтобы до вас кто-то должен а вы сами как-то должны расширить свое сознание то есть вот в тех рамках которых вы находитесь вам уже все известно вам уже все понятно и это уже стало каким-то автоматом для вас а вам необходимо расширить немножко да вот как будто бы выйти даже за пределы вот превзойти самого себя вот здесь какое-то такое ощущение здесь это не прорыв а это вот превзойти свои собственные какие-то возможности то есть разрешить себе потому что здесь ощущение того что вот вы своим каким-то настроем по королеве мечей вы как будто бы говорится что вот только так и больше по-другому но никак не может быть а вам хотят показать что на самом деле есть вариативность да вот в вашем случае она актуальна и выбери самый невероятный вариант самый удивительный самый ну я не знаю невозможный из всех тебе предложены и разреши себе это получить потому что здесь вопрос вот исключительно в каких-то рамках но вы вот эти рамки они видимо долгое время было какая-то долгое время я имею ввиду даже это не год а несколько лет здесь какая-то история когда вот проходит знаете вот как когда тебя гнобят в прямом смысле да и говорят одно и то же одно и то же и ты хоть знаешь что ты другой человек но вот вот эта вот обстановка она настолько тебя угнетает что а тебе проще согласиться с тем что говорят о тебе нежели я все время что-то доказывать все время как-то вот показывать и вот вы с ней поникли да вот здесь вот эмоциональный какой-то настрой не совсем правильный хорошо что же вам нужно разрешить шестерка чаш а знаете здесь вот как будто бы нужно вот мне хочется даже сказать не то чтобы разрешить а шестерка чаш это наше прошлое воспоминание здесь как будто бы давайте так скажу разрешить избавиться от своих воспоминаний да то есть отпустить проще говоря свои какие-то воспоминания то есть не думать причем воспоминание эти это хорошие да возможно кто-то вспоминает о каком-то детстве своем о каком-то вот безоблачном периоде в жизни возможно кто-то там вспоминает обучение в университете в институте как эти годы были то есть вот это вот как будто бы нужно отпустить потому что в этом есть какая-то знаете грусть какое-то сожаление и это вас грузит здесь не сожаление о том что это прошло нет а это вот просто вот эти вот какие-то приятные воспоминания но они все же о прошлом они не о будущем и их нужно отпустить то есть разрешить придумывать себе какие-то новые впечатления через их проживание то есть разрешить жить сегодняшним днем не прошлым вот здесь просто такое ощущение что когда знаете вот люди в преклонном возрасте когда у них нет уже возможности физически допустим там я не знаю бегать марафон условно говоря да и вот они начинают вспоминать как хорошо было в молодость когда я просто мог передвигаться легко на без допустим там клюшки вспомогательные либо как-то вот бегать да либо прыгать вот хотелось бы там на батуте попрыгать то есть вот эти вот воспоминания да они приятные вот но они все же о прошлом и вот здесь вот какое-то такое ощущение нехорошее разрешите себе вот упрать это и позволить проживать какие-то новые яркие впечатления чувство здесь не вашего эмоционального настроя упадка связано с тем что вам не хватает новых ярких впечатлений поэтому разрешите себе получать какие-то новые впечатления для того чтобы получить вам их нужно прожить да здесь выпадает вот семерка кубков да здесь такое вот чаши чаши чувство что вам эмоционального фона а какого-то не хватает здесь как выгорание у меня происходит что вам нужно разрешить помечтать пофантазировать причем не просто мечтать еще расскажу а здесь какие-то вот сверху естественные фантазии да вот и сферы ну вообще нереализуемого не знаю почему здесь какие-то глобальные и не знаю если у вас допустим вы четко понимаете что ваше финансовое положение ну не позволяет вам приобрести какой-то загородный дом может быть какую-то виллу либо еще что-то вот здесь вот мы реально вам почему-то говорят мечтай об этом вот прям мечтай живи этим да какие-то либо там я не знаю представление о себе что вы счастливый человек вы успешный вы всего достигли вот прям вот мечта этого желать не понимаете здесь не про фантазии еще раз говорю это не про виртуальный мир вашем голове а это вот про ваше внутреннее состояние когда вы это проживаете то есть позволить себе мечтать фантазировать и самое главное выбирать понимаете не соглашаться с тем что вам дают а именно выбирать ощутить себя в позиции человека никогда вас выбирает а когда вы выбираете то есть никогда вам навязывает и говорят что вот только вот эта работа и все нет а увидеть вероятность и возможность того что я могу я в любой момент могу уйти с этой работы и пойти на какой-то другой вот здесь вот то что вам не хватает внутренних состояний я вам эти состояния стараюсь описать разными примерами чтобы вы поняли какой какая ваша потребность должна быть покрыта здесь состояние вам необходимо а почему потому что но вот король мечей падает на королеву мечей потому что очень много контроля потому что очень много логики потому что очень много какой-то знаете вот прям сухости вам не хватает какого-то воодушевления что ли не знаю вот каких-то абсолютно новых переживаний как например если ты заходишь в лунопарк и на какие-то аттракционы которые да даже те же самые горки да американские что вот то вот этот падение то взлет то вот вот что то такое такое ощущение что вам не хватает стресс стресски гормональной какой-то что вам необходимо обменять какие качества вашего характера на какие-то другие ну как правило мы хотим обменять наши пороки на наши добродетели именно обменять потому что когда спрашивают о том как я могу избавиться это неправильная постановка вопрос вы не можете от чего-то избавиться потому что то что есть вас эта часть вас это наполнено вашей энергией избавляясь от чего-то вы как будто бы лишаете себя вот этой части энергетической но если вы будете обменивать ключевое слово обмен это будет правильный подход то есть допустим я лень обмениваю на какое-то вот воодушевление до либо какой-то творческий порыв и тогда вы остаете словно говоря при своих и при своей энергии но меняете качество меня меняете чистоту надеюсь вам понятна мысль о чем я хочу сказать что вам нужно обменять прям выпало сразу две карты давайте мы посмотрим что вам необходимо обменять четверка мечей знаете здесь вот такое ощущение что вот вам необходимо обменять какую-то свою строгость какую-то свою серьезность да вот внутреннее ощущение из-за этой серьезности какая-то вот ваша надменность это не ваша природа вы мягкий человек вы добрый вы приятный но еще расскажу силу обстоятельств недавних возможно да вы как будто бы вынуждены были стать другим но другим человеком вот как раз таки четверка я сказала пятерку пятерку мечей да вот это вот воинственность вот это вот надменность какую-то вот ее как раз таки и нужно обменять обменять на что на желание смотрите с одной стороны есть присутствует такое вот что я тебя догоню и я тебя научу как надо правильно да то есть я тебе покажу здесь вот очень ярко огненно проявлено вашего эго а и а это нужно сменить на то что есть вашей природе то есть а я тебе помогу но в одном случае когда вы догоняете кого-то то есть когда человек не хочет вашей помощью не нуждается ваших суждениях вашей философии до ваших размышлениях он убегает от вас а вы его догоняете во втором случае наоборот когда человек сам к вам обращается и тогда вы ему помогать только в том случае когда это необходимо поэтому вам нужно обменять энергию когда вы активны и даете что-то кому-то что это не нужно на то когда сам человек приходит к вам и просит то что ему необходимо то есть здесь по сути нужно прийти к правильному балансу сменить вот это вот чрезмерное ваше желание отдавать отдавать потому что приходит вы очень яркий человек огненный и приходит присыщение то есть вы своей энергии вы сжигаете другого человека поэтому от вас убегает а вам это нужно как раз ки сменить то есть огонь вам нужно сменить на воду на больше на мягкую энергии на принятие то есть я принимают вы отдаете а вам нужно научиться больше принимать здесь нарушен баланс вот так вот эту вот огненную энергию нужно сменить на водную в контексте а отдачи да то есть желание что-то кому-то отдавать при взаимодействии с другими людьми потому что ранее я наоборот сказал что вам не хватает какой-то огненности позитивности то есть не путайте одно с другим что еще вам нужно обменять и на что нужно обменять девятку кубков которая направлена знаете вот на какое-то эгоистическое удовлетворение на опять-таки с одной стороны нужно научиться быть принимающим человеком да и помогать другим только тогда когда они вас просят а с другой стороны девятка кубков она эгоистичность чем заключается что я только это тоже перекос что я только принимаю 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 но принимаю только для себя знаете здесь в чем перекос перекос том что здесь человек он попробовал все яблоки он даже их не съел а он надкусил да то есть есть тоже такое некое пресыщение здесь может быть в контексте знаний да то есть я все изучаю изучаю но я изучаю исключительно для себя потому что мне это приносит удовольствие и я совсем не готов с делиться с другими людьми поэтому вот это вот такое эгоистичное удовольствие удовольствие приносит когда вы свои состояния эмоции разделяете с кем-то когда есть единомышленники когда есть какой-то человек который смотрит с вами в одном направлении и он также как и вы мог бы получать удовольствие от каких-то знаний то есть когда вы разделяете допустим говорите кому-то свои своем состоянии приятным до радости счастья удовлетворение гармонии не знаю что угодно и другой человек разделяет вот вы вместе и это приносит прям ну увеличивается давай это удовлетворение а здесь у вас чисто такое эгоистичное только для себя для себя то есть здесь вы не отдаете причем самое интересное что то что нужно вам отдать с чем нужно поделиться с другими людьми вы это не делаете а то что не нужно отдавать и поделиться в это делать вот здесь вот полностью какой-то такой вот пересмотрите пожалуйста что-то вы делаете не совсем правильно и здесь падает на императора то есть вот это вот внутреннее удовольствие да некое что я только для себя для себя его нужно сменить на на императора да то есть вот чрезмерную какую-то радость может быть открытость нужно сменить на некую такую замкнутость я бы так сказал то есть не открываетесь всем не будьте столь доверчивы не будьте столь открыты придержите что-то для себя вот здесь вот ощущение до того что я рубаха парень открытый всем всему миру смените это пожалуйста на то что что-то оставляете для себя потому что здесь вот какая-то утрата да то есть я даю даю а потом я сам становлюсь опустошенным здесь идут просто перекосы вот в контексте отдачи и принятия пересмотрите это так и последний вопрос что же вам все-таки нужно отдать да то есть от чего вам нужно избавиться от чего вам нужно избавиться а вам нужно избавиться от вашего единочества здесь очень такая картинка красивая метафорическая не знаю насколько вам видно девушка находится в каком-то шаре либо это пузырь который треснул да и здесь вот напоминание до рождения птенца из своей скорлупы вообще рождение да когда он находится вот каком-то вот закрытом таком зарплатном пространстве и он должен переродить родиться скорее всего да и вот он самостоятельно изнутри еще таким слабеньким своим клювом он начинает ломать эту скорлупу это достаточно болезненный процесс потому что опыта то еще нету но вот вот этот вот инстинкт жизни до желания поры в жизни он ведет туда этого человека этого птенца вот здесь вот нечто такое аналогичное говорящие о том что вы должны отдать свое какое-то вот заключение на свою какую-то запомню закрытость вам необходимо выйти выйти в мир здесь вот знаете во первых вам нужно выйти на какие-то более мне показывают масштабы это может быть связано например в какой-то организации вы находились на более низкой какой-то должности вам ее нужно сменить на нечто большее либо если мы говорим о какой-то клиентской базы у вас там было пять десять человек ее нужно сменить на там я не знаю на 50 на 100 ну то есть намного большее объемы здесь показываю да надо себя показывать миру если вы были замкнуты по своей природе отшельник то ощущение того что вам нужно больше выходить просто быть на люди быть на площади быть я не знаю есть кого но позволяет перемещение в замкнутом пространстве там я не знаю музея кинотеатры я про это то вам нужно больше бывать в тех местах где есть люди такое ощущение что вот это вот вам придаст какого-то свежего воздуха вы вот здесь мне показывают 1234 да то есть то ли это наличие людей то ли это наличие комнату ли это наличие вот какого-то что-то такое мелкое да вам надо более покрупнее а давайте вот свою какую-то закрытости хоть сказать дышите да вот спертый какой-то запах вот этот вот замкнут и пространство его нужно отдать и получить что-то открытое для кого-то это в прямом смысле а отдать свою холодность в отношениях то есть вам это уже не нужно либо отдать какие-то прошлые отношения отдайте это отдайте это миру высшим силам не знаю кто во что верит то есть но и как будто бы избавиться да отдайте это это вам не нужно какой-то грусть вот смотрите здесь карты все показывают о неком таком вашем заключение да вот вот это вот отдайте вот это вот свои заключения вы смотрите что дерево здесь у нас выходит за пределы забора что здесь вот стоит как этот статуя и смотрят на 2 голубков да что здесь то что я вам уже описывал отдайте вот это вот одиночество эти ограничения эти рамки отдайте и выходите на другой уровень до на другие масштабы вот камня была первая позиция так и мы с вами переходим позиции номер два и красненькому камешку двойки мы сейчас с вами посмотрим вот что в следующий раз я почему-то мне захотелось поменять позицию камешек просто по-другому как-то выложить потому что одно и то же одно и то же хочется перемен что необходимо отпустить что вам необходимо двойками показываются в аквариуме до рыбки в аквариуме какое-то вот свое молчание что ли тишину какую-то свою хочется хочется отпустить скользкость какая-то что такое скользкая скользкая холодная неприятная что-то такое вот с чем это связано у кого-то может быть болезнь до в прямом смысле а то ли вы просты ли то ли вот знаете вот там каши с какой-то такой мокротой у кого-то может быть потому что здесь что-то такое скользкое неприятное мне показывает хочется это отпустить да то есть болезни отпустить слизи очень много вот чем связана слизь она может быть как с болезнью связана так она может быть связана с тем что может быть в вашем пространство есть человек такой скользкий вот слизень, да, либо такой, знаете, вот как медуза ни рыба, ни мясо, такой неприятный, отпустить надо этого человека, либо эту болезнь, либо этого человека что еще вам нужно отпустить поезд, кто-то едет на поезде здесь, да мне показывает перрон и вагоны вот, и как будто бы вот эти вот вагоны, да, ну, нужно их, как этот отпустить отсоединить от главного поезда, то есть какой-то вот багаж, да, багаж прошлого его нужно отпустить то есть то будущее, куда вы едете здесь либо человека вы отпускаете, здесь идут перемены здесь идут перемены, у кого-то идет переезд то есть, если у вас действительно идет переезд, не огорчайтесь, не переживайте по поводу того, что как я буду на новом месте ну, то есть вот еще старое место вас как будто бы держит да, как-то вот кто-то плачет, да, то есть не потому, что вы не хотите уезжать а про то, что ну вот не хочется оставлять жалко как-то дом, да, хороший дом да, как-то вот кто-то оставляет хороший дом причем это ваш дом это не несъемная квартира и кто-то может быть не хочет переезжать из деревни в город и вынужден, да, если у вас есть например, дети внуки надо присмотреть если вас посмотрели вот вам не хочется оставлять вот это вот свое хозяйство для того, чтобы переехать в город мне здесь более зрелые женщины показаны не переживайте не переживайте отпустите это то есть не не держитесь что еще необходимо отпустить огонь у кого-то какая-то страсть есть к чему-то и вам говорят о том, что эту страсть нужно отпустить это может быть касательно какого-то вашего дела, да, реализации вот либо это могут быть отношения между мужчиной и женщиной прямо такие любовные, страстные либо вы что-то очень страстно желаете вот это вот нужно отпустить отпустить почему? потому что вы за это держитесь вы мне показывают руки обожженные да вы обожгетесь ну то есть это не во благо вам отпустите у кого-то здесь экзема стала обострилась либо ожог причем правой руки обожглись может быть кто-то неожиданно горячую кастрюлю схватился и вот ожог был за что-то такое горячее схватились тоже может быть может быть кто-то что-то вот знаете то ли это костер какой-то разжигали и там угли были и вот вам казалось что вот я сейчас схвачу просто это вытащу и вот обожглись это как раз и есть показатель того что через психосоматику что то за что вы держитесь отпустите это вот прям вы очень вцепились в это страстно да здесь вот есть прям ах кто-то познакомился с человеком и вот это вот знаете новое впечатление такое страстное яркое отпустите почему потому что это может ну вы как бы так сказать сгореть вы сможете в этом да то есть пламя должно гореть так ровно мягко приятно иначе вы перегорите да если даже особенно если это какая-то ваша мечта идея либо профессиональный какой-то проект вы быстро перегорите здесь про это говорят то есть вот вот этого значит обжечься хорошо что же вам нужно отпустить вот пятерка эмоций вот то что я и сказала да всплеск всплеск эмоций отпустить чрезмерную какую-то эмоциональность да вот эту вот яркость проживания карасы то есть не надо так ярко вы их проживаете но проживайте их при себе не надо так это как бы так сказать транслировать это все пусть это будет внутри вас да будущее скрыто что нужно отпустить и выпадает карта которая говорит будущее скрыто а почему потому что здесь видимо что-то будет вашим будущим да то есть если вы так будете продолжать действовать то что-то вас ожидает в будущем что я не могу сказать потому что на данный момент скрывается что нужно отпустить отпустить и здесь вышло единение но она у меня идет в контексте знаете вот какой-то привязанности да вот вы привязались вот я же говорю в прямом смысле кто-то привязался посмотрите здесь две куклы они держат глобус шар здесь у меня ощущение того что кто-то привязался к какой-то местности да и у него есть возможность какого-то переезда может быть в теплые страны да может быть куда-то где есть очень много дождей но там зелены там много зелени то ли леса есть, но деревья есть однозначно. Вот вы привязались к какому-то месту, да, и вы не хотите уезжать, потому что сейчас, здесь как-то вот привязанность к какому-то месту идет. Здесь даже не к тому, что вот вас дом держит, или еще что-то, а вот само место, как будто бы оно вас не отпускает, вот эта вот земля, вот эта вот родина, как будто бы она вас не отпускает. Спрашиваю, почему не отпускает, потому что здесь есть какие-то надежды, да, то есть а, я поняла, но это будет точно для кого-то, кто-то не хочет уезжать, потому что если вы женщина, то возможно ваш муж умер, и вы не хотите никуда переезжать, потому что, знаете, вот это понимание, там его могилка, кто будет ухаживать, но есть такое ощущение, что вот вы какого-то человека, но он уже не живой, да, здесь кто-то уже умер, либо есть вот это вот ощущение, я уеду, как будто бы вот предам что-то, да, вот предательство, либо мы здесь строили вместе с ним дом, а теперь я уеду, это как будто бы вот через это действие, как предательство этого человека, вот здесь что-то такое, да, но вот точечно, если кому подойдет, подойдет, потому что я вижу здесь очень много разных ситуаций, которые у меня показаны, но для кого-то это действительно так. есть какая-то надежда, а может быть, для кого-то есть, не хочет покидать, потому что есть надежда, что что-то будет лучше, да, вот здесь, особенно если вы живете в какой-то области, где были пожары, землетрясения, либо война, такая, знаете, вот надежда на то, что будет лучше, да, вот все будет лучше, поэтому я не хочу надежда на, хорошо, посмотрели, что вам нужно разрешить себе, давайте посмотрим, что вам нужно разрешить себе, опять мне показывают двоечек радость, кто-то здесь, так, вот все, что я говорю, давайте мы договоримся так, это точечно, когда я говорю точечно, это просто я выхватываю из пространства какие-то, какую-то информацию, которая подходит конкретно к каким-то людям, поскольку у вас много, и кто-то очень ярко, вот, либо сонастраивается со мной, да, либо какие-то вот мысли-формы мне посылает, я их из пространства считываю, они очень яркие, если вы этого не услышите, да, либо наоборот слышите, что да, совпадает, значит, расклад, он больше вам подходит в большей степени, чем для кого-либо, вот, а здесь это я к чему говорю, к тому, что я вижу, что кто-то хочет иметь здесь детей и боится, то есть есть такой страх, что может быть до этого был выкидыш, либо замерзшая беременность, либо что-то такое, и здесь человек уже боится иметь детей, и мне показывают мальчика и девочки, то ли это двойня, то ли я больше склоняюсь, что это будет девочка, то есть, ну, не бойтесь, то есть, если вы боитесь, что нет, я не буду больше беременеть, почему, потому что, ну, здесь у женщины слезы льет, потому что, ну, я не хочу заново это переживать, это очень болезненный опыт, вот, то я вас понимаю, но не бойтесь, то есть, если хотите, я не говорю, что у вас это получится, а вот просто доверьтесь, вот, как-то по-другому я сказать не могу, да, разрешите себе иметь детей, здесь вот вы как будто бы себе не разрешаете. Так, теперь у меня пошли истории про аборты, хорошо, это женский какая-то тематика для кого-то такого конкретного, да, то есть, просто разрешите себе все, все вопросы связаны с деторождением, вообще все, что связано с детьми, разрешите. Что еще себе нужно разрешить? Кто-то здесь планирует, прям, знаете, вот я вижу чертеж, корректирует, черчение, корректировка, я не знаю, то ли вы проектировщик, да, то ли, то ли это ваша работа, то ли вам, наоборот, нужно это сделать, не совсем понимаю, что-то вы чертите, да, здесь вот как вот рассчитывают, высчитывают какие-то схемы, вот здесь есть схема, может быть, кто-то работает действительно с какими-то схемами, в таком случае здесь что нужно разрешить, а здесь кто-то хочет расширить себе жилплощадь, и вам говорят о том, что вот вы внутри себя тоже должны это себе разрешить, да, расширение какое-то дополнительное, то есть, видимо, у вас есть какие-то сомнения, либо неуверенность, не знаю, даже здесь дополнительная жилплощадь, то ли кто-то хочет разменять квартиру, и все никак, знаете, здесь как будто бы пара и есть свекровь, ну, мама женщины, девушки, и вот девушка как будто бы сомневается, ну, хотите жить отдельно, но сомневаетесь, и вот у вас такая мысль есть о том, чтобы разменять квартиру, мама жила в однокомнатной, а вы почему-то в двухкомнатной, да, и вот как-то вот нету разрешения, и здесь вам говорят, разрешите себе это сделать, то есть, разъединитесь, разделитесь, да, это нормально. Хорошо, здесь столько много информации, хорошо, что можно себе разрешить. Знаете, выпал аркан колесницы, говорящий о том, что, вот я говорю, здесь у кого-то переезды идут, да, разрешите себе отпустить, отпустить человека, здесь почему-то мама идет, да, вот как кто-то хочет вылететь из родительского кнезда, летите. Разрешить себе что-то большее, вот если говорить в общем, да, как-то вот глобально разрешить себе что-то большее, большее в контексте именно получения, да, вот здесь изображен икар, который летит, вот у него желание было, да, вот это вот свободы высвободиться, улететь. И вот здесь вот разрешение как раз-таки про это, да, то есть пойти либо к новым берегам, либо во что-то новое, да, какое-то новое состояние, новое обучение, разрешить себе что еще, кто-то хочет сменить имидж, да, тоже как-то вот либо в блондинку, либо красный волос покрасить, разрешите себе, то есть здесь вот такое вот ощущение, что через какие-то перемены, которые вам необходимы внутренне, вы их ощущаете, эти потребности, вы как будто бы декларируете пространство то, что вы хотите, то есть разрешая себе что-то внутри, это будет внешне выражаться в каких-то более масштабных действиях и поступках, просто разрешите себе. то есть, например, там перемена имиджа, да, смена имиджа, она вам показывает, изменит ваше внутреннее состояние, то есть когда вы одеваетесь по-другому, вы себя ощущаете по-другому, и вот это вот новое как раз-таки состояние, в котором вы будете себя ощущать, оно вам как раз-таки поможет получить то, что вам необходимо, а иначе без этого состояния вы бы не притянули необходимую ситуацию, поэтому у вас есть вот эта вот потребность, кто-то то ли любит желтое, то ли здесь почему-то желтый свет мне показывает, что-то такое, знаете, солнечное, яркое, даже если это не желтое, ну вот браслеты какие-то, золото, да, такое тоже может быть, а что-то такое, ну желтое, почему-то желтое платье кто-то, знаете, это про то, что я себе долгое время это не разрешала, потому что мне казалось, что оно подходит к более молодым, допустим, девушкам, да, а тут, ну то есть мне не подойдет, и тут вот вы видите, здесь желтый шелк, шелк какой-то, да, может быть нижнее белье, может быть какие-то сорочки, вот что-то такое, да, вы хотите, и вот вам казалось, что ну как-то вот не то, а вам говорят, то есть да, разрешите, разрешите себе это получить, что еще разрешить себе нужно, сколько мне там во времени, что еще себе разрешить, знаете, тратить, здесь ощущение того, что разрешите себе тратить деньги на себя, потому что вы как будто бы как крыска, знаете, что-то держите, 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 и потом приходит какой-то кот, вот, и может лишить вас, и у вас будет такое ощущение, что я сам ням, да, как будто бы я и сам не попробовала, и, ну то есть это уж скользило, причем здесь может быть как в прямом смысле, да, всегда так и в переносном, то есть в прямом разрешите себе тратить на себя деньги, покупать какие-то подарки, я не про транжирство и не про шопоголик, галлизм, а про то, чтобы, знаете, вот получать удовольствие, да, потому что здесь вот скорее всего, может быть, вы на кого-то другого-другого, да, отдавали, либо как-то копили, но вот не было такого опыта, чтобы себе просто взять и позволить, причем позволить не что-то такое простенькое, такое дешевенькое, нет, а здесь хочется сказать китайское, не покупайте китайское, не потому что я против этого, вот в вашем случае конкретно, почему-то здесь говорится не покупайте китайское, не знаю, кто что покупает там, вот, а здесь вот прям, знаете, позвольте себе купить что-то такое дорогостоящее, вот прям дорогостоящее, если это одежда, что-то такое роскошное, понимаете, как будто бы вот вклад, даже если это одежда, обувь, вот здесь что-то такое мне показывает роскошное, может быть, кто-то хотел куда-то съездить, потому что мне показывают еще такие здания, как вот, например, я не знаю, почему-то мне идет Черногория, Чехия, там, где есть замки, не знаю, какая связь, может быть, кто-то в Испанию хочет съездить. Здесь вот какие-то вот такие построения, знаете, они с острыми вершинами, то есть, ну, позвольте, может быть, кто-то в музее хотел сказать, я не знаю, почему музей, но, может быть, кто-то хочет купить что-то, что связано с винтажным каким-то предметом, он дорогой, вот, и, возможно, вас и не поймут, но вам должно быть это наплевать, главное, чтобы это вам было, приносило удовольствие, потому что здесь, знаете, какое чувство? Чувство того, что вот если вы себе разрешите это, вы как будто бы вернулся мой нос почесывая, здесь такое ощущение, что вот если вы разрешите себе это купить, приобрести, здесь как будто бы вы расширяете свой как-то вот поток финансовый, что-то это как-то связано с деньгами, но при этом вы не должны сожалеть, сразу говорю, потому что это будет очень дорогостоящая какая-то покупка, вы не должны сожалеть, то есть не должно быть такое, ой, я купил, о, зачем я купила, я бы на это вот пошла, купила полкило колбасы, нет, ну, то есть не приравнивайте здесь то, что действительно ценно, то, что такая, знаете, здесь эстетика идет, какая-то вот такая что-то культурное, что-то эстетическое, я не знаю, ну, вот, ну, не приравнивайте вот к бытовухе, там, полкило колбасы, либо там, как говорится, две корочки хлеба, нет, вот, ну, здесь не про это, здесь вот вообще, ну, другой уровень, то есть, ну, не жалейте, либо вообще не делайте, либо не жалеете, и последняя карта, что вам нужно разрешить, вот я сразу говорю, вот, десятка пендаплей, разрешите себе быть богатой, богатой внутри, чувство, что вы богатство это вот запрещаете, поэтому, скорее всего, то, что я говорила ранее, да, это напрямую имеет какое-то отношение, то есть через одежду, да, вот, через разрешение себе чего-то такого богатого, да, не потому что вы это заслужили, а просто вы это хотите, это ваша жизнь, и вы можете себе позволить, здесь, скорее всего, ваше мышление, оно должно перестроиться, да, то есть вот то богатство, которое, в принципе, оно где-то рядом с вами есть, а вы, у вас такое ощущение, что вот оно ускользает, и для того, чтобы оно все-таки проявилось в вашей жизни, а не ускользало от вас, потому что в вашем поле есть, то ли люди есть богатые, то ли возможности какие-то, то есть здесь вот что-то связано с изобилием, вам это изобилие нужно разрешить, и оно проявляется через какие-то мелочи, поэтому вот я так долго рассказывала то, что вы должны себе позволить и разрешить. Хорошо, обменять, я рассказывала в первой позиции, скажу и вам двоечки, обменять это в данном случае не какие-то вещи на что-то, а это какие-то качества на какие-то другие, то есть, как правило, это мы обмениваем какие-то свои пороки на какие-то благодетели, ну, либо наоборот, кто-то, если хочет поменять, то есть, здесь я не критик, вот, поэтому давайте посмотрим, какие качества, на какие вам нужно обменять, почему именно обменять, как я объясняла в первой позиции, потому что то, что есть в вас, даже если это порог, это заряжено какой-то вашей энергетикой, если вы будете от этого избавляться, отрубать, то вы, по сути, лишаете себя энергетики, именно вот той части, которая вложена в этом качестве, когда вы обмениваете, то вы, по сути, то, что вы отдаете, вы примерно, ну, в том же объеме и получаете, с точки зрения энергетики, только качество энергии может быть другое, так вот, обмен, это более правильный подход, нежели отрубание и получение чего-то нового, ну, то есть, это вот как-то вот слишком жестоко, да, что-то вот, отрубая, что-то получая, поэтому давайте посмотрим, какие качества вам нужно обменять и на что. Вот это вот мы будем менять вот на это, прекрасно, а это мы поменяем на это. Итак, а что мы меняем на что? Здесь, значит, у нас туз, правильно, Жезлов, да, свет против меня. Туз, Жезлов, мы должны поменять на силу. Здесь такое ощущение, что вы как будто бы ищете импульс вне себя, да, то есть, вы должны поменять вот это вот желание получить возможный шанс извне на то, чтобы это возрождалось внутри вас, то есть, не ожидать, что это извне придет, да, какая-то перспектива, да, какой-то импульс, может быть, какая-то идея, а вам это нужно поменять в своем мышлении на то, что вы являетесь, да, то есть, аркан силы, это великий аркан, а тут малый аркан, что внутри вас есть весь вот этот необходимый вам потенциал, то есть, если кто-то ждет какой-то, ну, не знаю, знака, подсказки извне, вам этого не нужно делать, то есть, вы в любой момент можете сделать все, что вы захотите, потому что энергия есть в вас, сила, она в вас, и вам нужно просто захотеть это и сделать, да, то есть, вам не нужны какие-то подтверждения извне, вам не нужны какие-то шансы, это все уже есть в вас, вот, вам нужно это пропустить через себя, да, и как-то вот в голове что-то у вас должно переключиться, и вы это осознали. Обычно, знаете, как бывает, мы понимаем многие слова, но вот кто-то когда-то нам скажет то же самое, но как-то по-другому, и к нам приходит инсайт, и мы говорим, вот, вот теперь я поняла, да, вот вам такую позицию нужно, там, вот это вот, вот это вот я поняла, вам это нужно, вам нужно понять и осознать свою внутреннюю силу, здесь чувство такое, что вы не осознаете всю свою мощь, вы не понимаете свою волю, вы не понимаете свой позитив, вот эту вот свою энергетику, да, вы как будто бы не понимаете свою природу, вам кажется, что вы слабее, чем вы есть на самом деле. По аркану силы здесь вообще обалдеть, сколько вы являетесь батарейкой, понимаете, вы являетесь тем самым источником, а у вас такое ощущение, как будто бы, ну вот я пример приведу, может быть, так вам будет понятнее, да, представьте, что вы бог, и к вам приходит, и вы сидите и ждете, я не знаю, реализации чего-то, от какого-то человека ждете, как будто бы подсказки, подсказки, причем от какого-то бомжа, что вот придет этот бомж, вот когда он вам даст окей, тогда вы бог сможете это реализовать, то есть вы понимаете, да, абсурдность всей ситуации, то есть вы являетесь творцом и ждете, как будто бы вот от какого-то бомжа, не в обиду бомжам, а какого-то, вы знаете, такого мелкого человечка, да, вы ждете от него подсказки, то есть вот у вас есть вот такая мощь, да, а вы ждете от чего-то, от кого-то другого, вам поверить нужно, вам поверить нужно вот в эту свою неисточаемую силу, вам веры не хватает, вам уверенности не хватает, вам иногда не хватает вот собрать всю свою волю в кулак воедино, для того, чтобы что-то начать, вам не хватает фокусировки, вам не хватает концентрации на чем-то, да, вы очень быстро расплескиваетесь, вот, вот вам нужно вот это сменить на это, и с другой стороны, вам нужно сменить вот эти вот возможности, которые к вам приходят на то, что их сразу нужно реализовывать, то есть не оставлять их на уровне возможностей, а уметь хватать каждый шанс, каждой вероятности сразу их реализовывать, то есть поменьше думать и больше воплощать, с одной стороны. И с другой стороны, что на что нужно поменять, это, боже мой, что такое, все время этот нос чешется в раскладах, вам нужно поменять королеву мечей на шестерку педакли, слишком много думаете, а здесь знаете еще что, вы хотите быть правильной, да, вы хотите быть справедливой, вы хотите быть такой, знаете, более пассивной что ли, не пассивной, нет, неправильное слово, холодной, здесь знаете, вы как будто бы не хотите ошибаться, вы не хотите ошибаться, именно поэтому вы и не действуете, а вам говорят о том, что нужно сменить больше, знаете, на какую-то такую более рискованную позицию, не в контексте того, чтобы пойти вложить все свои деньги, непонятно что, а больше какого-то такого, знаете, взаимодействия с людьми, то есть больше рисковать, ну, например, вы стоите и думаете, нужно ли мне познакомиться, нужно ли там с каким-то человеком, нужно ли мне расширять свой кругозор знакомых, ну, типа, мне и так хорошо с теми, с кем я знаю, здесь я доверяю, здесь безопасно, а вам говорят, просто рискни, просто познакомься с новыми людьми, не для того, чтобы что-то было в будущем, а вот именно сам процесс риска, разрешения себе, потому что шестерка педакли, у вас, знаете, вот здесь такое ощущение, что только когда есть какая-то выгода, тогда я взаимодействую с людьми, то есть, ну, для того, чтобы они для чего-то там нужны, не знаю, просто поговорить, там еще что-то, а здесь вам говорят, просто каждый день знакомься с людьми, общайся с какими-то новыми людьми, новыми возможностями, да, здесь вы не хватает какой-то спонтанности, понимаете, вот спонтанность, это напрямую связано с доверием, да, то есть, ну, меня ничего не может ранить, меня ничего не может обидеть, а вот вы как-то вот стараетесь себя обезопасить как-то, да, стараетесь вот все продумать, все просчитать, больше риска, я не знаю, как вам сказать это, вот по шестерке педакли хочется сказать, что больше вот как-то взаимодействуйте, пробуйте, рискуйте, ощущение того, что вот вашей душе не хватает больше опыта, вы как-то более ищете какую-то надежность, какую-то гарантию, а ей не хватает, и тем самым вы ограничиваете себя в каком-то, приобретении какого-то нового опыта, а ей не хватает любого опыта, ни какого-то конкретного, да, там, позитивно, все, мне нужно только позитивно, нет, вашей душе прям вот необходим любой опыт, плюс пусть он будет негативный, пусть он будет болезненный, приятный, неприятный, ей все равно, ей нужно, это знаете, вот человек, который был ограничен в изоляторе, и вот он выходит, и ему абсолютно все интересно, и воздух ему свежий, и листья ему нравятся на деревьях, и люди даже угрюмые, они ему тоже нравятся, он улыбается, потому что это забавно, и радостные люди тоже, ему нравится все, вот это вот ваша душа, да, которая вот хочет в данный момент познать, и абсолютно все равно какой-то любой опыт для нее важен, ценен, понимаете, а у вас есть вот это четкое ограничение, что надо вот правильно, правильно, у нее нет понятия правильно, вот я не знаю, если я смогла до вас донести вот эти две важные истины, то это будет классно, это будет здорово, так, вот эти качества вам нужны на меня, и что вам нужно отдать? Отдать, что вам нужно отдать? Борьбу, какую-то бесконечную борьбу, отстаивание, защита, вот это вот, знаете, какая-то напряженность, настороженность, вот это вот нужно отдать? Нужно отдать то, что вам подрезали крылья в детстве, когда-то, да, ваши родители в то, что они не верят, да, и вот вы, ощущение того, что вы отдали свои крылья, верните себе свои крылья обратно, да, что нужно отдать? Отдать то, что вы не верите в свои мечты, да, верните себе, здесь, скорее всего, даже не про то, что отдать, а что нужно вернуть, верните себе мечты, верните себе свою уверенность, верните себе свою вот эту, знаете, мягкость, яркость, если вы женщина, вот эта вот женственность, когда вами восхищаются паузу взяла потому что мне показывает здесь какого-то то ли гадкого утенка то ли какого-то вот лепеди белого который вы знаете находится вот какой-то скорби что ли он не понимает своей красоты он не понимает свои ценности своего вот это вот изящества насколько он красив и приятен другим людям вот у него вот это вот внутреннее его состояние которая погрузила его вот внутрь себя одно не дает ему возможности увидеть заметить что им восхищаются другие люди да что на него смотрят как-то вот иначе вам нужно вернуть это состояние полета до какого-то такого какая-то потребность есть у вас знаете чтобы вами восторгались чтобы вами восхищались здесь скорее всего проблема проходит связанные с не принять неприятием непринятием самого себя да и желание получить одобрение других людей вот здесь вот это сценарий проходит и поэтому вам вот просто есть эта потребность то есть признай признай меня и вам здесь говорится не надо добиваться это других людей а войдите просто в это состояние когда вас уже признали вам не хватает этих состояний дайте их сами себе на включите как можно чаще для начала искусственно это внутри себя когда вы привыкните к этим искусственным включением себя тогда пространство вам начнет это давать просто у вас здесь вот очень яркая такая это это желание это потребность даже вот включить ее так все прям недостаток этого идет это было вторая позиция смотрю мне по времени хватит или я опять основном так переходим с вами позиция номер три зеленому камешку и давайте мы с вами посмотрим что необходимо отпустить тройка у троек здесь какая-то вот усталость но видимо связанная со школой потому что я вижу здесь кто-то занимается детьми а да вот этот вот шум гам детский подготовка особенно по утрам когда будешь ребенка чтобы он пошел в школу 10 школьный возраст какой-то даже я не вижу чтобы это было дети прямо совсем детский сад нет вот здесь вот это вот нужно отпустить потому что что-то как-то вы не можете войти в свою колею возможно после отпуска да и здесь вот все сказать хватаетесь за голову да и не можете прийти в себя как будто бы здесь вот это вот нужно отпустить хочется сказать отпустить какую-то суматоху вот кого-то вы не можете найти свой обыденный ритм да то есть вы ритм сложно найти но это вот как-то связано потому что со школой либо после отпуска кто-то приехал и как-то вот не может войти свой обыденный ритм что еще здесь отпустить здесь почему-то не указывает это скорее всего информация для мужчин подойдет больше как-то здесь кого-то поломки и проблемы с машиной поэтому я сказала для мужчин подходит хотя в принципе женщина тоже неплохо в этом разбираются здесь нужно отпустить потому что какая-то вот знаете злость что ощущение общее суматохи какой-то злости раздраженности да что что-то не получается особенно если эта машина да кто-то уже думает о том что надо резину менять там что-то вот такое понимаете ничего то ничего не получается это злость может кто-то хотел машину поменять купить новую тоже какая-то вот не получается что-то у кого-то не получается что-то с документами то есть вот какая-то знаете разные ситуации где что-то не происходит так как вы хотели бы да так как вам нужны вот вам говорят просто расслабиться до отпустить вот это вот напряжение здесь присутствует какое-то вот энергетическое напряжение что еще вам нужно отпустить кому-то нужно отпустить курортный роман да знаете потому что все таки как-то он вас отвлекает потому что я вижу что кто-то из вас здесь сидит работает в офисе вспоминает этот курортный роман как он был знаете когда так мысли убегают убегают за и мы идем за своими фантазиями да и можете совершить какие-то ошибки на работе да особенно если это связано как-то с цифрами что то есть нечто такое что вас отвлекает вот ну помимо даже может быть у кого-то если не было курортного романа да вот что-то вас такое еще все-таки отвлекают и что-то вас еще что что еще вам нужно отпустить знаете здесь такой знает чувству как будто бы вы в какой-то степени вот у вас может быть скорее всего энергетика такая сейчас состояние на когда вы обычно зимой мы впадаем спячку а это вы сейчас в какой-то неожиданная энергосберегательный режим вошли вот это нужно отпускать то есть вы как будто вы знаете заснули почему мне хочется сказать что чаще не время сейчас как будто вот сбор урожая да что-то вот такое нужно делать радоваться кто-то может быть ну по идее должен достигнуть каких-то результатов то к чему шел долго вкладывался в течение всего года а у вас как-то так знаете резко похолодало ну вот я не имею ввиду по в контексте погоды а вот внутри вас как-то знаете вот в душе как-то похолодало вы как будто бы знаете стараетесь сохранить то что имеете вот как-то неожиданно почему-то вам показала что что-то у вас мало мало огонька что-то вы как-то из князи в грязи вот как то так здесь почему мне кажется неожиданно потому что он вроде бы летом вас все было хорошо тут как-то что-то и вы как будто бы почувствовали недостаток недостаток может быть финансов недостаток энергии потому что ну лето она такое теплое здесь вот показывает что знаете как будто бы как человек который греет руки но но какая-то вот знаете несостыковка это вот что-то у вас происходит либо это в ваше мышление либо это в вашем состоянии вы как будто бы что-то хотите сохранить за что-то хотите удержаться но здесь за какой-то ресурс вот так я скажу потому что хотите сохранить и вам кажется что у вас у вас этого ресурса и так мало вы как будто бы хотите сохранить кто-то знаете деньги последние как будто бы но хочет сохранить копит что-то такое что еще решение до вопрос что нужно отпустить вот кто-то хочет здесь найти решение своей задачи да и ну очень много старается и не получается да вот здесь вот скорее всего какая-то ситуация которую вы не можете разрешить вот и поэтому ну вам кажется что ресурсов на это дело не хватает не можете найти самые подходящие для вас то есть вы пробуйте 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 не получается не получается пока да вот и карта стремления на про то же самое говорит то есть у вас как будто вы знаете есть какая-то цель и вы хотите ее достичь до какое-то стремление но у вас не получается и вы хочется сказать держитесь держитесь за что-то чтобы как будто бы не потерять последнее я не могу сказать что вам здесь нужно как-то рисковать в этой ситуации но здесь какой-то тупик вот мне идет знаете энергетические ощущения от кого-то тупика то есть в идеале было бы чтобы вы наоборот были как-то вот на позитиве радовали что вот вы идете как-то своим каким-то мечтам реализации а у меня по энергии какой-то тупик нету радости вот в этом вот то что вы делаете то что вы хотите решить 10 стремление знаете вот человек как будто бы воодушевлен вот когда мы идем в какой-то поход у нас есть какие-то ожидания это вот все такое позитивное все легкое а у вас какой-то вот все угрюмое все какое-то тяжелое деревянное и вот хочется знаете вот кто-то засыпает реально такая энергия такая хочется спать прям когда холодно очень не хорошее состояние вот это вот состояние вам необходимо отпустить я не знаю с чем она связана но вот отпустите это вот вы в таком состоянии который вам сейчас описала если действительно для вас важно найти какое-то решение вы его не найдете она вообще не продуктивная и не ресурсная хорошо что вам нужно разрешить что вам нужно разрешить но здесь вот вы знаете кто-то с банками вот третья позиция как-то она мне показывает туда вот взаимодействует с банками то ли договор какой-то подписывает олипотеку берет то ли налоги какие-то плоти и вот здесь атмосфера такая знаете накаленная вот во первых нету доверия нету расслабления что вы знаете легкости что все разрешится наилучшим способом вот здесь как будто бы знаете какое чувство что я должен что-то сделать а я этого не хочу и хочется сказать что вот как будто бы разрешить надо ситуацию она связана с финансами с какой-то долговой обязанностью вашей что нужно разрешить разрешить король жезлов да как будто бы эта ситуация здесь должна разрешиться и она как связана с вашими родственниками как-то с кровью почему-то мне идет кровное какое-то такое что-то родственное контракты к договоренности взаимосвязи встречи что-то тут такое так что же разрешить надо как будто бы разрешить здесь с этим король мечей знаете разрешение придет вас как будто бы попустят когда то ли вы какие-то документы подпишите то ли когда вы какое-то вот завершение придет связанные со знаниями связанная с информацией то ли вам какие-то вот узнаете документы не хватает свидетельства то ли вид на жительство то ли что-то такое вот связанные с государственными учреждениями но это вот как-то с документами и законом связано то ли вы не можете получить разрешение на выезд на переезд вот здесь вот что-то такое что вы должны разрешить себе не про ситуацию сейчас я вопрос я задаю что вы должны внутри себя разрешите мне показывать ситуацию что вы себе должны разрешить сами себе разрешить выпадает девятка пендакли знаете вы должны себе разрешить вот это вот ощущение что ну все будет хорошо что у меня хватит денег да будет помощь какая-то здесь как ни крути не верти все вокруг денег а мне идет вы понимаете вот вам нужно почувствовать хочется вот мне хочется вам сказать да допустим как рекомендации почувствуйте в себе вот это вот изобилие что у вас уже есть а есть вот это вот ваша энергия внутри меня я четко ощущаю как знаете какой-то сопротивление да что ты говоришь у меня там долг там сто тысяч я не знаю еще что-то а ты мне говорила дать вот какая-то вот как будто вы меня продавливаете под себя не то есть ваше вот это вот не согласие со мной даже да то есть вот в таком состоянии вы однозначно что-то решить не сможете с ним просто напряжение здесь вы знаете какой-то степени иногда нам приходит прямо вот в агрессии именно поэтому я почувствовал что если у вас есть дети школьного возраста вы до них можете срываться на то есть такой вот энергия здесь по вашей позиции идет что блин не так проблемы заботы а тут еще и тебя в школу надо вести там еще с учительниц там еще какие-то требования в школе я же тяжело стало я понимаю вашу энергию хорошо так что же решить разрешить то себе нужно в конечном итоге вот карта прям вот говорящая двойка жезла вы ее наверное не сможете увидеть в экран но здесь два быка один вверх идет один вниз и между ними повозка с деньгами и вот здесь человек стоит до который ну как то вот не может решить эту задачу у вас какая-то борьба внутренне идет давайте вот так скажу и вы не сможете найти решение пока не успокоитесь как этот рыба рак и и и щука да то есть кто куда вот вас кого-то бы раздирает изнутри вы должны успокоиться вот я не могу ничего сказать другое потому что вот так как я вас ощущаю так как я вас вижу меня уж сама начинает знаете колбасить да вот раздражение у меня появляется вот как реакция на ваше состояние раздражением не хочется вас тыкнусь к это успокойся ты уже да ты меня бесишь понимаете то есть ваше раздражение она действует на ваше окружение пространство как ответная реакция ну вот бесите вы бесите людей да это будет вызывать какую-то агрессию и это ответная реакция на ваше состояние поэтому если вы хотите решить какую-то задачу не хочет сказать успокойся успокойся здесь не про то что тогда все решится нет но вот в таком настрое нет здесь это вообще но здесь какая-то конкретная ситуация проходит прямо очень очень точечно давайте посмотрим какую энергию либо какое качество вам нужно обменять на какое-то другое как я говорил и в предыдущих позициях здесь может быть то что вам нужно будет обменять какой-то порог на какую-то благодетель до либо одно свойство на какое-то другое именно обменять потому что они отрезать потому что нам что-то отрезаем от себя это так или иначе имеет нашу энергию мы как будто при себе решаем своей же собственной энергии в этом нет смысла когда мы обмениваем что-то на другое то мы получаем эту мы мысль энергию которая нам необходима и мы опять все время находимся в состоянии целостности знаете кто-то сидит и говорит что ты мне сейчас говоришь прям вот я говорю о присутствии какого-то я человека который раздражает не такой знаете вот ощущение вот хейтер бывают вот кто-то находится вот в таком состоянии хейтера которого бесит мои 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 слова и конечно же в таком состоянии информацию но принять вы не сможете но все же какое качество надо обменять на какое вот это мы будем менять на это а вот это мы будем менять вот на это вот смотрите выпала тройка мечей до ее нужно поменять на колесницу если вы посмотрите карты вам наверное скорее всего будет уже самостоятельно понятно визуально вот посмотрите вот этого тройка мечей а здесь колесница то есть вам нужно поменять на данный момент вот это вот разбитая здесь как фотография до разорванная это разбитое состояние на движение то есть вы находитесь сейчас так он унынием в каком-то не совсем ресурсном состоянии да кто-то может плачет переживает такое еще не знаете когда оставляю свой дом родной и еду когда-то другое место и я этого не хочу но не хотите не езжайте на вы хочется сказать что такое поменяйте настрой поменяйте настрой уберите вот это вот потеря утрата да но здесь кто-то может быть реально разошелся да потому что есть все-таки документы подписываете здесь может быть и было какое-то расставание и поэтому вы в таком вот уныния находитесь не совсем приятным разбитым состоянии утрата до потеря физическая человека да кто-то может быть умер кто-то какой-то человека может потерял ну в общем неприятным понимаете состояние у кого-то было хирургическое какое-то вмешательство тоже такое может быть не вот вот это скорбь она должна обменять ее обменяйте на какой-то резкий поворот где-то вот 180 градусов потерь другой вот прям знаете вот вы скорбили скорбили а вы поменяйте это состояние на какое-то другое который будет нас противоположное на 180 градусов прям поменяйте поменяйте может быть вам нужно съездить какую-то дорогу до как-то изменить обстановку вы движение какое-то движение должны запустить себе как-то вот рискнуть аккуратно да здесь не уместен риск такой вот прям все на все нет вы знаете здесь ощущение того что если вы водите машину и находитесь за рулем есть такой момент когда едете на очень долгие расстояния ходить в какой-то вот особенно если дорога ровная в ходе такое состояние знаете автоматизма когда все действия происходят на автомате вот мозг как будто бы засыпает и вдруг неожиданно там есть на какое-то животное пройдет или а что-то случится и надо резко нажать на тормоза а поскольку все происходит на автомате вот вы резко нажимаете на тормоза это вот как будто бы у вас знаете так выброс адреналина от страха неожиданно какой-то ситуации она вас резко пробуждает вас начинается быстрое сердцебиение вы как будто бы просыпаетесь здесь вот у меня вот такое вот ощущение как будто вам необходима вот такая какая-то встряска да то есть обменяете вот это вот уныние на какую-то встряску такое чувство что вот знаете опасность как вот вас сейчас может выбить из вашей вот это вот колеи вашего состояния какая-то опасность может быть это не ваша может быть это какая-то вот опасность близкого человека знаете когда ребенок вот вы видите вот упадет со стола там я не знаю там балкон еще что-то что-то такое неожиданное вас включается очень резкой вам дает эту какую-то встряску у кого-то может быть знаете вот это депрессивное состояние хочу покончить жизнь самоубийством почему я иронически к этому подхожу потому что когда вы приходите нормальное потом состояние это кажется настолько ну вот идиотизмом то есть лишить себя всего самого дорогого что у тебя есть в этой жизни саму жизнь и и вот здесь вот такое ощущение что вот встряска прям нужно да и после этой встряски у человека глаза открывается у него открывается второе дыхание хочет жизнь вот вам как-то вот одно состояние надо сменить на другое ну вам я рассказала возможно кому-то просто нужно поехать сменить обстановку до отдохнуть отдохнуть и тогда вы сможете увидеть решение своей ситуации потому что вам необходимо переключиться и и здесь вторая энергия это четверка жезлов до какой-то вот праздник на на королеву жезлов то есть жезла на жезла профессиональная какая-то сфера да может быть развитие то есть какого-то знаете праздного состояния беззаботное какое-то на нужно сменить на какое-то вот конструктивное планирование что ли вот королева жезлов она такая знаете карьеристка четко понимающая что она хочет как она хочет да но здесь вот такого ощущения у меня ключевой нега хитрости то есть я хочу получить то что но как-то хитрым путем умным продуманным такое знаете вот не то чтобы манипуляция а хотя и в манипуляции тоже такой вот есть момент как игры в шахматы на там где никто не ожидает поставить шахмат то есть ощущение того что нужно сменить энергию вот этого вот праздника в профессиональной сфере да когда вот есть какая-то стабильность уже чего-то достиг да уже все понятно уже все известны да там такая коллеги да все друг друга знает вот почему-то это нужно сменить на какую-то хитрость на какое-то поведение такое знаете где вы можете совершить неожиданное присутствие энергии неожиданности внезапности выйти в дамки вот вот какое-то такое что такое вы должны сделать а в своей профессии то что от вас не ожидали а вы ну вот как будто бы знаете допустим накануне со всеми коллегами выпиваете за новое начальство и на следующий день вы приходите на работу вот и на вас я смотрю то вы оказывается есть то новое начальство да и коллеги от нас не что-то страна вчера не сказала я не как-то вот на вас смотрят как-то неожиданная для вас это вполне естественно то есть какое-то вот повышение вы получили неожиданное а неожиданное для других не для вас для вас это ожидаемое, вы к этому шли, вы к этому стремились, вы это делали, то есть здесь нужно какие-то такие энергии, вам необходимы какие-то, знаете, хитрости, продуманности, и причем полной концентрации и фокусировки на том, что вы хотите, то, чего вы хотите получить, то есть вот так, не знаю, о чем здесь, вы сами знаете, хорошо, что вам нужно отдать, какие-то обиды, отдайте какие-то обиды, да, как будто бы здесь то ли вас предали, то ли вам изменили, то ли что-то за вашей спиной происходит, такое непонятное, то есть, знаете, ощущение того, что вам нужно отдать то, что не соответствует вашему какому-то статусу, что ли, вашему уровню, то есть вот эти вот мелкие такие, ну вот козни, вот все такое, будьте выше этого, хочется сказать, да, то есть не обращайте на это внимание, не распыляйтесь на это, идите, то есть, понимаете, вы птица высокого полета, здесь вот мне идет какой-то такой, знаете, феникс, который тогда, когда от него не ожидает, он перерождается, то есть сначала сжигает, сгорает до самого тла, да, там, может быть, от какого-то предательства, от какого-то поступка нехорошего в вашу сторону, и когда казалось бы, что вы упали на колени, да, и вас уже списали со счетов, а вы вдруг неожиданно преобразились, и возродились, и показали всем свою стать, красоту, мощь, и люди в таком, знаете, недоумении, как такое могло быть, вот это вот перерождение, и вот с этого полета, вы когда смотрите вот на эти вот всякие мелкие вещи, козни, вам, ну, это не то, что это ниже вас, а вам это уже неинтересно, да, то есть вот здесь как будто бы так говорят, ну, не распляйся вот на эту всю всякую шушеру, вот, иди к своим целям, займись тем, что важно для тебя, не обращай на это внимания, да, что вам нужно отдать, знаете, вам нужно отдать какую-то воинственность, вам нужно отдать некую такую борьбу, то, за что вы сражаетесь, ощущение того, что, знаете, если вы проиграете, то на самом деле вы выиграете, я не знаю, что это значит, это понимаете вы, что еще вам нужно отдать, знаете, здесь вам кому-то из вас нужно отдать друга, прям, знаете, вот даже это не друг, а подруга, это вот какая-то вот подлая такая, да, знаете, будет ощущение, что вы с кем-то, с каким-то человеком боретесь, с какой-то женщиной, отдайте ей победу, вы не проиграете, вот ей нужно почему-то отдать то, что она просит, может быть, может быть, кто-то у вас в долг деньги брал, либо вы брали, и, ну, у вас не получалось отдать, вот хочется сказать, что отдайте и с Богом, потому что вот все нервы вымотали, вот что-то такое, здесь вот какая-то вот воинственность от этого человека идет, здесь какая-то ситуация, может быть, кто-то сражается, покажется сейчас странным, да, но все же за какого-то мужчину, с какой-то женщиной, и вот хочется сказать, отдайте его ради Бога, он вам не нужен, то есть не надо бороться ни за каких мужиков, ну, вот, что-то такое, то есть то, за что вы боретесь, вот, ну, не нужно, вам нужно спокойствие, и если то, что вы держите, то, что вам необходимо, действительно ваше, оно может прийти, может прийти в другом формате, но прийти точно. Что еще вам нужно отдать? Понимаете, почему я говорю, нужно отдать, потому что, может быть, для кого-то это покажется странным, потому что оно очень ценное и важное для вас. Дело в том, что вот если вы посмотрите на эту карту, здесь женщина в маске, она смотрит в пространство, в этом пространстве, в этом портале темно, да, там, как зеркало, что ли, нарисован дракон, да, какое-то вот демоническое такое проявление. У меня такое ощущение, что то, за что вы боретесь, по факту лично вам, как личности, да, это вообще не нужно, но это нужно как-то вашему эго, вот, то есть здесь как будто бы это ваш порог, который вами управляет, поэтому не потакайте ему, отдайте, и все, ну, то есть не надо сражаться, здесь вы за что-то сражаетесь, и тогда к вам придут вот эти вот всевозможные, у вас эти шансы, здесь разные ракушки с жемчугом, да, то есть какие-то вот возможности новые вам придут, здесь ощущение того, что у вас идет какая-то вот проверка, да, я не случайно говорила про перерождение, про эту птицу, феникс, что здесь вот ваше перерождение, оно и будет как раз-таки в том заключаться, что от вас как будто бы не ждали такого поворота, то есть то, за что вы сражались, вы гоп отдали это и сказали, ну и до свидания, все, что не делается во благо, я смогу себе там, я не знаю, заработать на этот дом, на эту машину, найти себе другого мужа работы, не знаю, что-то такое, вот от вас такого поступка не ожидают, и на самом деле вопрос не в тех людях, а это ваш какой-то внутренний урок, где проверяется ваш какой-то вот порог, то есть вы для себя сможете выявить, определить качество людей, которые вас окружают, как будто бы, знаете, вот вы высветите для себя предателей, вы увидите, кто эти люди, которые вам делают козни, то есть здесь не то, что через плохое вы получаете что-то хорошее, а здесь вы проходите какой-то урок, и благо здесь будет в том, что вы этот урок пройдете, и вам больше не надо будет с ним сталкиваться, то есть здесь вообще даже не про других людей, это про вас, внутри вас какая-то вот ваша внутренняя борьба, которая идет. Если говорить в контексте урока, коль я затронула, не знаю, почему, здесь идет как раз кисторжение, ну, можно сказать, красиво метафорично, добра со злом, да, но вот здесь вот какой-то часть вас борется с чем-то вот внутри себя, и если бы я вам сказала, перестаньте бороться, ну, это было бы неэффективно, а здесь как будто бы примирение может прийти только тогда, когда вы проиграете, когда то, что внутри вас борется, вы ему это отдадите на откуп как-то. Я не знаю, что я говорю, но я очень надеюсь, что вы понимаете, потому что вы перекладываете, примиряете на себя, на свою ситуацию, и вам это более понятно, та информация, которую я вам передаю. Вот такая у меня была и троечка. Я благодарю вас за внимание. Если вы смотрите в тот момент, когда расклады выходят, то хочу пожелать вам отличных выходных, и мы встретимся с вами уже в понедельник. Благодарю вас всех за ваши лайки, дизлайки, комментарии. Это все на самом деле помогает продвижению канала, чтобы о нем больше людей узнавали. И это все как-то работает на YouTube. Я не знаю, я не сталкиваюсь с этим, мне это как-то неважно, но, видимо, в потоке YouTube это очень-очень актуальные все эти действия. Хотя я прекрасно считываю вашу энергетику, и я понимаю, кто, и насколько, и что вкладывается. То есть, насколько энергопен между мной и вами происходит. Еще хочу поблагодарить, хоть и в самом конце, человека за донат, который задонатил достаточно большую сумму. Вот, человечек, я тебе благодарна. Либо вам. Вот, за донат на такую большую сумму. А я с вами прощаюсь. Пока-пока.